У нас есть гости, которые станцуют танцы в хореографии Айсидоры Дункан. У нас два произведения, которые начнутся в хореографии Айсидоры Дункан. Натирается очки к канифории. Надо протереть пластинку. Игулочка сломалась. Надо зеленить. Что-то прекрасное надо вынуждать. Продолжение следует... Продолжение следует... КОНЕЦ 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 Наша прекрасная гостья Екатерина Бога. Давайте ещё раз. Хотите узнать? Да, конечно. Вы, наверное, знаете, что Эсидора Духмада была приумницей Сергея Зина, но в общем-то в истории танца она сделана невероятно много. Это была женщина, с которой началось такое направление танца как интермодерн. Или танец модерн. Это, по сути, современные танцы, свободная классика. И это был прорыв и в танце, и прорыв, наверное, в том, как это выкидало. Потому что она совершала, ну, по её временам невозможное. Она выходила по сих пор впервые, да? И вообще она там стала дискорсивной. Это, конечно, ужасно шокировало её общество, но шокировало, конечно, и то, что она делала, потому что это была совершенно новая позиция по отношению к движению, по отношению к музыке. Да, и, в общем, Эсидора Духмада – это, как и революционер Толуковский танц, сценический танц. Вот это были по танце её хореографии, реконструкции хореографии. По её записам вот тут. То есть это, в общем-то, не я сейчас придумывала. Это то, что Локс реально танцевала Эсидора Духмада. Получаясь в этом уровне, а потом привезя их ещё в Россию. Ура! Ура! Спасибо ещё раз Екатерине! Продолжение следует... Продолжение следует...